Всем привет! Мы сегодня едем в Украину, мы проснулись около 4 часов утра, ну 4 с чем-то, сейчас 10 и на границе, ну как на границе, обычная ситуация, путешествие с детьми. Захарка уже настолько взрослый, что он без проблем переносит дорогу, но Игнат дает нам прикурить, так что, ну далеко не исключить. Свои ешь. Ой, какая вкусная тень, вишни из компота. Страшное дело, Игнат в своем репертуаре просто. Игнат! По вашим рекомендациям мы пришли пообедать в ресторан Бочинский. Пока что все выглядит очень вкусно, да, мы ждем свое, наслаждаемся компотом. Детки уже получили. Супер. Да? Да. Для того, чтобы еще раз вернуться во Львов, надо бросить монетку. Бросаем. Как же пенюшку там не видно, варки капсу, варки капсу, варки, 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 варки. Так и сейчас я пребываю в восторге. Как будто снова в Польшу, только ну как-то так теплее, роднее. И очень-очень понравилось. Надо будет запланировать поездку. Вот если бы не граница, то вообще можно было бы часто приезжать. Наверняка чисто туристическое место, но невозможно не зайти, так как аромат просто тебя заманивает. А тут, посмотрите, пилка с евро с польским и украинским фрагом. Радости полные штаны, не понятно у кого больше. Не обратно внимания, потому что я на существо полукрытия, но это очень-очень. Черную можем попозже пойти собирать или можем сейчас. А есть вообще? Есть уже? Да, я уже... Таких количеств. Я уже ее положила много в морозилку. Смотри, как Игнат собирает. Пусто? Говорит, можно ее? Да. Лишь бери, вот Игнат, ты смотри. Вот, бери, снимай малинку. Не понятно? Нет. Интересно собирать только с этого. С кувшенька, да? Игнат, я думала тебе будет интересно. Маргарин. Вот, срывай нашу. Вот тут я тебя оставляю. Смотри, как много. Пустое. Ой! Ой, полетела. И тут это уже много. Вау, нахуй, смотри, как много. А Чахил любит маленький? Нет, он маленькую не ест. Он только яблочки любит. У нас сегодня вечер без детей, и мы отправляемся на арт-платформу. Мой брат Паша сказал, что там очень интересно, что там какие-то фуд-траки, что там какие-то концерты. И нам интересно поехать посмотреть, что такое в Киеве происходит. Я уже третий раз или четвертый говорю, но я тоже. В общем, едем к моему двоюродному брату и, наверное, уже вчетвером направимся на эту платформу. Я понимаю, это такое слегка хипстерское место, но меня, как маму, уже сразу подкупает то, что можно взять коляски на прокат. Есть специальные стульчики для деток. Это однозначно плюс. Я подумала, что лучше. Вот у нас курочка. Традиционная индийская курочка парик, которая у нас подается с рисом пасматино. Курочка с рисом. Это просто кубец. Чебурек. За день молодой чебурек. Вы в бараконке еще не были? Нет. Маша, у нас еще немного поплавилось. Нормально. Все, можно гулять. Иди, чтобы увидеть, что там есть еще. Но это доброе. Нет. Да. Мы, конечно, в приятном шоке. Я даже не знала того, что такие места есть в Киеве. За вход мы заплатили по 100 гривен с человека. Но это того стоит. Сейчас запишут мне оттенки. Здесь также есть параколка, где можно купить какие-то вещи хендмейд и пушные. Как пушиный рынок, что-то такое. Я так поняла, что этот кураж-пазар переезжает с места на место. И это действительно какая-то заброшенная фабрика. А вот здесь есть зона, где танцуют, где какая-то музыка. Есть также белые ночи, когда есть разные танцмолы, выступают разные группы. Ну, короче, танцуют тоже обожают разную такую движуху. И здесь вот играют в баскетбол. Там мы видели игровые автоматы, только что я показывала. Очень прикольно. Можно попримерять очки какие-то. Мне такие интересные все здесь рассказывают. Это раздробленный кокос, это не земля. С перлитом и вермикулитом. Но это я не выговорю. Ну, это здесь все равно. Здесь же зрубеля. И один я купила, а второй мне дали в подарок. Такие акции я люблю. Инжир в шоколаде. Все полезно. Это фигура. Попробуем. Это фантастика. Это фантастика. Причем не только в Гула-Клэр. Мы полы и души. И кто ветер? Кто бы курит кальян? Здесь много разных зон. Я бы не сказала, что это тусовка моего формата, но для общего развития интересно было посидеть. 12 часов ночи, ой нет, 11, и мы отправляемся домой. Время для кофе. Мы с мамой купили себе американо, у меня с молоком и с корицей. И сейчас мы приехали в Украинку. Этот городок находится недалеко от Абухова, в котором я выросла. Я не из самого Киева, а из Киевской области. И сюда мы иногда приезжали отдыхать. С друзьями, просто прогуляться по набережной. Сейчас здесь все несколько изменилось. А вот там находится дискотека, на которую я ездила, и которую не знали мои родители. То есть она работала там до утра, наверное. Я уже точно не помню, но часов 5. Я всегда старалась вернуться. Влог продолжается сегодня. Уже третий день нашего пребывания в Украине. И мы, как обычно, по традиции приехали к моей бабушке в Черниговскую область. Все чешется. Оказалось, что у меня какая-то аллергия и припухлость, и сыпь. Я начала принимать лекарства. И, видимо, поэтому я немножко такая вялая, сонная, на полном расслабоне. Ну, в общем, неважно. Все, не чешусь. И я уже много раз говорила, в прошлом году на этой же лавочке я снимала. У меня тут такие спецэффекты звуковые. Мы всегда, вот когда приезжаем... Всегда, Игнат, не трогай. Игнат, ручками не трогай. Всегда, когда мы приезжаем там дольше, чем на 2 дня и не на самолете, мы всегда стараемся приехать сюда. Так как, к сожалению, у меня уже только одна бабушка. И здесь прошло мое босоногое детство. Игнат, не трогай. Я тебя очень сильно прошу. Надо... Игнат влез в какашки. Надо идти мыть руки. Фотография у бабушки стоит на самом козырном месте. Захарка, да. А тут тата. Это Кристина, по-моему, у Машки, да. А тут мама. Правильно. Ура! Захар, что ты там ищешь? Вот. А тут мама. Вот это. Спасибо. Мальчики тут наводят порядки у прабабушки. А вам бабушка разрешила? Или Вася разрешил? Мой дядя тоже здесь живет. Этому сервизу больше лет, чем мне, наверное. Наливай, Захарка, мне. Чай. Чай? Да. Горячий? Чепельчий. Горячий. Горячий. Я же вам говорила, что Захар начнет перестраиваться. Мы вот сегодня третий день в Украине, и Захарка правильно говорит на русском языке. Еще иногда не уверена, но я, конечно, им очень сильно горжусь. Молодчинка мой. Очень вкусно. Интересно какое, да? Бабуля, сколько лет этому сервизу? Столько, сколько бабушки. Да не, ну не 80, бабуля. Не преувеличивай. Еще одна наша фотография. Это до рождения Игната. А здесь уже отдельно Игнат. Между прочим, не хухры-мухры. Бабушке даже гибискус есть, представляете? Вот стоит на табуретке. Чтобы видно было, чтобы не было темно. Такие дела. Смотрите, что я нашла. Обалдеть. Моя фотография. И не просто фотка. Дядя Вася от Оли. 6 лет. Класс. Сметана как масло. Домашнее. Сейчас снимаю. Она кипяченая. Она кипяченая и тарелка. Бабушке 80 лет. Бабушка наготовила и картошки, и котлет. И целый стол накрыла. Так что голодными у бабушки никогда не останешься. У моего дяди пасека. И он достал сегодня сотый. Помните, в прошлом году я тоже показывала вам? Еще тут. Они не покусывают нас, эти пчелы? Вася, закрывай. Смотри, загарка. Делаешь? Осторожно. Принесу тут нектар. Падает, сколько пчелы тут в доме. Покажу, это не тарел. Вот сейчас я первый покажу. Помощу запеченную. Видишь, пчелки собирают нектар. Видишь? Это милки. Оп. Пчелки тут приносим пыльок и появляется мёд. Выciąг рамки. Да. И складывают туда в домики. И потом получается мёд. И дядя Вася выкачивает. Видишь, они не грызут там яглосы. Господи, у бабушки ещё до сих пор огород. Ну, конечно, она живёт с дядей. Но всё равно это же надо столько силы иметь. Энергии, вообще желания. И столько трудолюбия надо, чтобы это всё содержать. Я в шоке, честно говоря. Видим мороженое в местном бале. Вкусно? Каждому своё, а нам мороженое. Чё-то я как-то не вписываюсь тут. Местная атмосфера у барана с детьми и с десертами. Сейчас, мама, тебя вытрут. А, Захар? Да, бывает. Разговоры Захар говорит, Игнат, вот здесь реальная жизнь. Маш с домиком перекликнулись. Ты слышал? Ты слышала? Моё любимое болото, в котором мы купались. Сейчас всё так заросло. А мы раньше бегали здесь. Засняли? Да. Семён, ты будешь звезда Ютьюба. Как на пружинке. Поплывёт? Побежит. Страшная собака у тебя какая-то. Да не, он добрый, он же добря. Спортивный. Молодец. Захар, тебе не холодно там? Меч, обратите внимание, какой меч. А где тут? Ну, тут маму особо нигде не спрячешь. Игнат, не бейся. Сегодня мы встречаемся с моими девчонками, семьями. Надеюсь, что Крис ещё не уехал. И сейчас мы с Захаркой ищем, где бы купить цветы. Игнат, как обычно, уснул. Мне тоже здесь постоянно хочется спать. Так. Купим цветочки и памперсы. Мне кажется, что у молодых родителей и так всё есть, а вот памперсы никогда не помешают. Особенно, если ребёночек совсем маленький. Забрели вьюск или виск. Как это? Не хрюкай, Захар, пожалуйста. Здесь у вас тоже много всего прикольного, между прочим. Мы только так, на секунду, чтобы глянуть, что тут есть. Подушечки такие круглые мне приглянулись. Вообще, серьёзное есть, что выбрать. Так просто, знаете, в декоре изменить. И тоже недорого. С детьми посиделки уже никогда не будут такими же. Это чудесно. У меня на ноге картошка. Наши встречи уже не будут. Мы все в горе теперь с пустыми тарелками. Наташа. Девочки, дубль 2. Привет! Привет, привет! И Дашуля с новым товарищем в нашей компании. Давид. Наши религи пополняются. Видите, мы уже встречаемся в большинстве. Всё. Крис вон с моим ребёнком. Женя. Новоиспечённый папа. Вот только что менял парк. Женя вообще в схеме. Да. Активный. Женя. Свеженькая. И кожаная. Вообще не верится. Моя жена вдохнувшая. Потому что папа меняет парк, папа с ребёнком. Всё нормально. О, нормально. Всё такое миниатюрное. Я начала сделать свежий маникюр. И оказалось, что салон, в который записала меня моя мама, находится рядом с гостинкой, в которой я выросла. Раньше мы жили в однокомнатной гостинке. Вот здесь, на пятом этаже. 40 квадратных метров. Мам. Надеюсь, я не ошибаюсь. Здесь тоже родился мой брат. Здесь, на втором этаже, жила моя подружка, которую я показывала вам в инстаграме. Мы бегали здесь по коридорам. И, господи, чего только мы здесь не делали. Прыгали на резинке внизу. И на роликах катались. Здесь рядом находится молокозавод. Если вы из Абухова, то, скорее всего, знаете это место. Блин, такая ностальгия вообще. Томак уехал, и я через пару дней сама возвращаюсь с ними на самолёте. Так что пожелайте мне удачи. Сейчас ещё поедем с ними и с их дядей. То есть, с моим братом на мороженое. И, слава богу, они здесь пораньше засыпают. У моей мамы здесь есть несколько грядок, помидоры. Ну, здесь вот просто что-то засеяно. Типа какая-то там, не знаю, пшеница. Каждый год что-то разное. А в этом году, может, и трава была. Ну, мама так, для себя что-то садит, для удовольствия. Перчики, капуста, как видите. Интересно, когда у них сядут батарейки. Мне кажется, у меня уже начал дёргаться правый глаз. А нам ещё здесь три дня. Собака уже ждёт, когда вы уедете, Захар. Скажи, спасай меня от них, сделай что-нибудь. Зато у мамы тут такие красивые. И приблизительно так каждый день. Даже не спрашивайте, почему я себя не снимаю. Цветочек для мамы, спасибо. Тут бабушки уже всё порвал. Вот у мамы очень красивые. Я не знаю, как это называется, но это трава, которую тоже Томак засадил. То есть она декоративная. И она растёт довольно высокой. И красивый какой куст. Пятный пёс. Ау, я не могу. Ау, я не могу. С малышней приехали в парк Шевченко и по дороге зашли в Кочаровскую. Очень давно хотела посетить этот магазин. Вообще давно собиралась купить сумку от какого-то украинского дизайнера. Одной рукой не достану. Сейчас покажу. Я специально заехала именно за такой моделью. Хочется ещё купить что-то тёмное с серебристой фурнитурой. Но золотой я искала. Видела неплохую сумочку Массимо Дутти. Но как бы вот эта кожаная. И она сделана из такой кожи, которая не будет царапаться. Видела побольше красную у девушки моего брата. Она говорит, что фурнитура немножко портится. Но её можно будет поменять. И если пересчитать как бы на польские деньги и на доллары, то мне кажется, что довольно адекватная цена и интересная модель. Она с широкой ручкой. Потом уже в лутбуке увидите. В общем, рада, что мне отдали сумку, которую кто-то забронировал. Было очень приятно. Надеюсь, этот кто-то не обидится. Короче, без приключений я не могу. Я думаю, что как только мама с братом вставив попрощались, они перекрасились. Сегодня я нашла одну седу новую лотинку у бровяк. И это после отпуска с детьми. Значит, что произошло? Я распечатала посадочные билеты. И почему-то было указано странное время на отдачу багажа. И получалось так, что мы опаздывали. Резерв, ну, такие дешёвые авиалинии, они постоянно меняют какие-то правила. И когда-то я реально настолько начала переживать, что мне снова придётся заплатить как за огромную ручную платьь. Всё это вести с собой. Думя детьми я возвращаюсь одна, а потом вам расскажу, зачем Томик уехал раньше. В следующих фокус вы узнаете. После неё наша жизнь немножко изменится. И что ещё хотела сказать? Да, возвращаемся домой. В гостях хорошо, но дома лучше. Я поделилась с вами частичкой свою лодку сокровенного, семейного. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока, до новых встреч! Всем пока!